Привет дорогие друзья, меня зовут Константин и с вами снова канал обзоров и самоделок. Сегодня мы продолжаем ностальгировать по советскому времени и рассмотрим вот такой киоск Союз Печати. Данные сооружения были популярны где-то в 80-х, хотя я могу ошибаться, поэтому если это так, обязательно напишите в комментариях. Также подобные киоски все еще можно встретить во многих городах России, поэтому если в вашем населенном пункте все еще стоит этот ларек, то обязательно напишите, будет интересно узнать. К примеру у нас подобные ларьки все еще встречаются, хотя в единичных экземплярах. Давайте рассмотрим. Киоск Союз Печати встречает нас вот такими большими панорамными стеклами. Также есть окошечко, через которое производится оплата и отсюда мы получаем газеты, журналы и письма. Но также внутри располагается женщина, типичная продавщица газет. Также сверху есть еще одно небольшое стекло, часть витрины. Ну и внутри лежат различные газеты, журналы, письма и так далее. Также есть вот такой небольшой выступ и вот такое небольшое углубление по всему периметру. Снизу наш киоск стоит на черной платформе. Далее сбоку также большое панорамное стекло, через которое можно просмотреть все, что находится внутри. С обратной стороны дверца, кстати она открывается и можно зайти вовнутрь. И с этой стороны тоже большое стекло. Ну и здесь располагалась надпись «Союз Печать». Далее крыша плоская, крыша вот такая. Далее вы можете заметить, что здесь идет вот такой переход. Небольшое углубление с этой и с другой стороны. В оригинале углубление проходит еще здесь, а также здесь. Но из лего повторить это было проблематично. Поэтому я долго экспериментировал, долго мучился с крышей и получилось вот так. Но на мой взгляд в лего это прям шикарная постройка, потому что повторить оригинал удалось практически один в один. Насчет пропорций, конечно, сомневаюсь, но визуально это так. Давайте теперь снимем крышу и рассмотрим нашу постройку изнутри уже сверху. Вот так наше сооружение выглядит сверху. Здесь более детально можно рассмотреть все газеты и журналы. С обратной стороны, как я уже и говорил, дверца, которая открывается. И внутри женщина восседает на стуле. И спереди ларек также можно разобрать. Убираем вот эти панорамные стекла. Убираем прилавок. И остается вот такая большая конструкция. Ее также можно аккуратно убрать. Сейчас я это сделаю. К сожалению, пару деталей отвалилось. Но сейчас мы вернем их на место. Вот такой большой стол, на котором непосредственно вся корреспонденция. Ну и наша знакомая всем продавщица. Вот такой получился киоск Союз Печати. Если вам понравилось, то ставьте пальцы вверх. А в комментариях пишите о том, что собрать в следующий раз. Ну а на этом я с вами прощаюсь. И как обычно говорю, до скорых встреч. Стой! Хочешь знать, когда выйдет следующее видео? Тогда не забудь включить колокольчик. Если, конечно, он у тебя еще не включен. А также подписывайся на нашу официальную группу ВКонтакте. Ссылочка в описании.